Всем доброе утро! Если вы спросите, почему утро, если сейчас темно, потому что сейчас 6 утра, и мы с мамой, вон она, едем в Хорватию. Нам нужно пересечь границу и просто посмотреть Дубровник, потому что это недалеко, буквально 100 километров, поэтому почему бы не поехать посмотреть новую страну, новый город. Сейчас, когда солнышко встает, мы ждем наш автобус до Петровати, потому что экскурсия этой Петровати, нам из Петровати до Петровати ехать полчаса, и не стоит туда прожить 3 часа. Мы уже сели в наш автобус, наконец, и он просто полностью пустой, потому что когда мы ездили на воскресенье на каньоны, мы с мамой вообще сидели раздельно, потому что просто полный автобус был полон, и не положим мест. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, у нас произошла проблема, у нас сломался автобус немножечко, мой телефон падает, у нас сломался немножко автобус, теперь будем полчаса ждать, чтобы приехала полиция, что там с ним сделал, я не знаю... Там он не прям поломался, просто что-то там отпало, какая-то деталь, я не знаю, как она называется, типа, как зеркало... В общем, наш автобус конкретно сломался, сейчас приедет полиция, будет разбираться с чем-то, я не знаю, с чем, но там автобус поедет на ремонт, и где-то будет минут 15, короче, я не знаю, сколько будем еще здесь ждать, может быть тоже еще полчаса, может сейчас... Еще сказали, что на границе с Хорватией просто огромная пробка... Решили пойти в торговый центр, потому что у нас еще есть минут 30... Наше ожидание продолжается, мы уже сходили в торговый центр, купили маме купальник и шапку, да, очень разные вещи, но все же... Мы сидим на улице, тут просто все курят... Если вы думаете, что в Украине очень много людей курит, то нет... Потому что здесь курят просто везде, даже в торговых центрах, помещениях... Просто люди сидят в кафе и курят... То есть у нас такое это, ну, вообще... Сразу, если ты начнешь курить, то у тех, как охранник скажет, типа, выйди отсюда, пожалуйста... Выйди отсюда! Выйди отсюда! Разбийник! Тут просто в торговых центрах, в помещении и на улице курят... Я такая... очень изрезка... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас гуляем под Угромнику. Могу сказать, что здесь просто нереально пройдет огромные очередя, огромное количество туристов с разных стран, и китайцев, и американцев... Просто очень много всех! Старый город Дубровник намного больше, чем старый город в Будве, в Которе... Просто, не знаю, в раз... раза четыре! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я не знаю, я напишу здесь, который называется Остров. Кстати, там купаются нудисты, я знаю. Сейчас Дубровника очень сильно похоже на Венецию, особенно вот это. Конечно, я не была в Венеции, но по фотографии может все нахитут. Мы постараемся дойти до этого пляжа. Мы его нашли, где он находится. Надеюсь, что мы успеем до него дойти. Это вид вот эта стена, которая ведет через весь старый город. Тут выход 28 евро. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, представляете, тут платный душ. Спасибо большое, что хоть переодевалки бесплатные. У нас осталось где-то полтора часа свободного времени. Сейчас мы возвращаемся в старый город и будем идти до нашей станции, куда мы приехали. Нам идти через весь старый город. Мы уже к нему сейчас подходим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 400 кун, и это 57 евро. То есть, если в Черногории стоит сделать ногти 10 евро, то стоит сделать 57 евро гид-лак и... Гид-лак и маникюр. Сейчас 10 часов ночи, и мы сейчас сидим на автобусной станции. Нам еще здесь сидеть минут 10, и мы поедем в бар. Мы сегодня ездили на трех автобусах и на пароме, но это в принципе было немного, потому что когда мы ездили на экскурсии по боку Каторскому заливу, мы, мне кажется, еще больше на автобусах ездили, разных спустя на какие-то пересадки, это очень сложно. И тем более наша экскурсия заканчивается в Петровассе. Мы сейчас с Петровацием, мы сюда приезжали утром, и отсюда мы будем уезжать в бар. И где-то мы приедем, может, без 10-11. Боже, уже это... Это уже остановка, по-моему, просто второй дом, потому что мы тут постоянно тусим с мамой. Ах, как бы по ней скучать по этой остановке когда-то. Я не знаю, сколько раз я уже здесь еще буду, потому что... Потому что мы больше уже не планируем никаких экскурсий. Это были все экскурсии, на которых мы побывали, на которые были нам интересны. Были на трех экскурсиях. Это по Бококаторскому заливу, на каньонах и в Дубровнике. Еще я бы хотела поехать в Котор своим ходом на автобусе. Я думаю, что мы поедем, да? Да. Экскурсии, конечно, выходят намного дешевле, чем если поехать своим ходом. Получается иногда даже в два раза дешевле. Но очень мало времени. И ты, если опоздаешь, то все твой поезд уехал. Но можно все равно доехать своим ходом. Типа, если ты опоздал, то это не конец света. Можно как-то добраться до дома на автобусе, автостопом. То есть это не проблема. А, кстати, нам еще говорили, что если вы опоздаете на автобус в Дубровнике, то такси до границы будет стоить 200 евро. Я такая, ха-ха, спасибо. Но вообще есть автобусы из Черногории, даже из бара. Есть автобусы в Дубровнике. Они стоят, по-моему, 17 евро. Экскурсия стоила 18 евро. Это, получается, в два раза дороже. То есть 18 евро в одну сторону. Или 18, или 18, я сейчас не помню. Но точно не 200 евро. 200 евро на такси. Это можно на три раза в Украину съездить. Ехать меньше, чем час из Дубровника до границы Черногории. Я уже, наверное, буду прощаться. Я рада, что я снимала влог. Спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, что было интересно. Я интересно показала Дубровник. Хорватию, хоть я там была очень мало, но тем не менее, мне там понравилось. Я надеюсь, что я еще вернусь. И всем пока! Единственная сумма, которую я принесла из Хорватии, это бесплатная вода из-под крана. Ура!